Детская школа искусств реализует новый творческий проект, который получил название Music Transit. Музыка способна объединить людей разных возрастов, национальностей и убеждений. Она не знает границ и языковых барьеров. Концертно-образовательная программа включает в себя конференцию-концерт для педагогов и воспитанников, художественную выставку и мастер-классы. Активным участником всего этого стал именитый гость из Австрии, доктор Венского университета музыки и исполнительского искусства Альберт Сассман. Проект уже поддержали школы искусств из Ноябрьска и Таркас-Алея. Продолжение темы в сюжете. Конференцию-концерт открывают представители двух стран и двух поколений. Начинающая наварингойская пианистка Екатерина Рудь и состоявшийся музыкант, австриец Альберт Сассман. Тема встречи «Венский классицизм» выбрана не случайно. Именитый гость – доктор Венского университета музыки. Воспитанница детской школы искусств, выступающая в дуэте с маэстро, несмотря на юный возраст, уже выходила на сцену Милана из Альцбурга. И все же эта игра в четыре руки для Катерины – большая ответственность. Я всегда очень много репетирую, но когда Альберт Сассман разрешил мне играть вместе с ним концерт, я готовилась еще больше и старалась подготовиться так, чтобы сыграть с ним концерт. Ну, ты довольна, как ты сыграла? Ну, в принципе, да. Мне очень понравилось играть с маэстро, и это очень ответственно, потому что ты нарастаешь, нарастаешь, ну, у тебя более сложная программа. Концертные номера чередуются с философскими рассуждениями о роли классической музыки в нашей жизни и творческими открытиями исполнителей. Идейный вдохновитель проекта – преподаватель Татьяна Томонова. Задумку поддержало творческое объединение «Содружество», сплотившее профессионалов в сфере культуры из России, Австрии и Германии. Задача программы – расширять рамки творческого сотрудничества и повышать исполнительское мастерство юных музыкантов. Мы город северный, мы находимся на краю земли, и у нас очень талантливые дети, у нас очень талантливые преподаватели. Они достойны того, чтобы с ними занимались не только мы, но и профессора более высокого ранга. Это было сложно, потому что очень сложная процедура приглашение сюда, профессора. Но мы постарались. После короткого перерыва начинается то, чего с трепетом ждут воспитанники школы искусств – мастер-классы магистра. С каждым учеником Альберт Сассман работает индивидуально, помогает в общении переводчик. Но для людей, которые владеют языком музыки, в этом нет большой необходимости. Доктор Венского университета со своими лекциями и мастер-классами объездил полмира. Но так далеко на север, признается магистр, забрался впервые. Это первый раз, когда я нахожусь так далеко на севере. Это самая северная точка для меня, на которой я когда-либо был, и так близко к Северному полюсу. Несмотря на то, что проект только запущен, к нему уже проявили интерес соседям. Представители детских школ искусств из Ноябрьска и Таркасале. На прослушивание к Сассману привезут своих воспитанников. Мы представляем как взрослых, 15-16-летних детей, так и совсем маленьких. Мы рискуем, мы показываем пятилеток. Впервые будет такой мастер-класс. Мы очень боимся. Но я вижу, что Альберт не испугался, поэтому все хорошо. Организаторы уверены, со временем их проект подхватит весь Ямал. Программа не только способствует развитию исполнительского мастерства юных музыкантов. У нее есть и другая миссия – укреплять культурные связи между народами. Ведь именно музыка помогает людям понимать друг друга. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».